диктуйте я посмотрю так так 11 я говорил одиннадцать 32 так но вроде тогда да да иди карты срок закончился неделю назад я отдавал на пересдачу а вы по какому адресу то находитесь просто недель назад было лилалая но это полтора месяца пройдет сказали а что вы будете искать то если мне уже недель назад сказали что нашли у нас мошенники отправляют проверять свои пенсионные накопления причем в таллин отправляют ой кошмар какой они уже общаются деликатно и говорит что все у него уже решили накопление нашли так нет они опять собрались перепроверять их артисты вчера 1 ноября у нас пошел первый снег я сейчас утром встала минус 0 на градусник а и Всем привет! Я опять без шапки прикрываю, как сказали, капюшоном свои волосешки, но тепло на улице, неохотно тебе шапки надевать, я иду сдавать бутылки, три пакета, накопилось, а потом пойду схожу, куплю что-нибудь ненужное, тут забыла сделать десерт из-за маршмеллоу. Вчера посмотрела ролик, и мне так загорелось, я понимаю, что это очень сладко, но так быстро и интересно. В общем, сдаю бутылку и на вырученные деньги буду делать десерт. Бутылок у наших сейчас пробки не откручиваются, вернее откручиваются, но держатся их. Надо постараться, чтобы оторвать, поэтому сдаю с пробками. 47 бутылок, кошмар. Ковидтунг, раньше рецепт было написано, сейчас чек на 4,70, все, гуляй, рванина, пошли десерт покупать на эти деньги. О, сегодня как раз орешки со скидкой 30%, а, если две штуки берете, ага, чего еще, мороженое, огурец, сырки, авокадо, лук. Так, хорошо, и денег у меня, евро 43 накопилось. Вот сходила в магазин и чек не взяла. Что-то я это... Кстати, Жанна, я твой шоппер нашел. Вот он он. Можно было и бутылки в нем, конечно, нести, тоже сдавать. А я с пакетами. Так, я купила для десерта вот этот марш... А, это нет, это эти колечки. Ну, видимо, молоком, который заливать, мне они тоже нужны в десерт. Они стоят 99 центов. На орешки сегодня акция 30% скидки. Если берете две пачки, мне дали скидку, но вот я не взяла чек. Вот эти, как его называют, фундук или лесной орех, или лещина тоже, по-моему, называют этот орех. Он стоил 18 евро килограмм. 150 грамм, вот уже не помню сколько. В общем, дали скидку. А здесь у меня сухофрукт и там индийский орех, бразильский тоже этот фундук. Ну, в общем, это, по-моему, 12 евро килограмм стоил. А тут тоже 150 грамм. Ну, мне достаточно. Вот этот маршмеллоу. Я его ела, я его ела один раз. Приходила сестра мужа с сыном и жарили у нас на гриле, на палочках. Вот это вот. Знаете, очень вкусно. Вот он жареный. Вот прям вкусный. Но такой сладкий. Я вот сегодня думаю, конечно, мой десерт будет очень сладкий, но коли тут орешки, я постараюсь добавить кислые ягоды, если найду у себя в морозилке, то как-то маленько сбалансирую вот эту вот сладость. И хлеб. Я даже хлеб, который мы обычно покупаем, Иса даже сразу не узнала. У него был другой совершенно пакет. И пиолина тоже хлеб, по-моему. По-моему, он был в другом пакете тоже. То есть этот теперь вот надо узнавать по пакету вот такому. Мы обычно его хлеб 95 центов. А в итоге я за весь пакет заплатила полтора евро, потому что 4, там, с чем-то 4,70, что ли, я бутылки сдала. И у меня полтора евро было на скидках, накопленных по карте лояльности. И полтора евро я заплатила. Но вот, к сожалению, не взяла маршмеллоу. Что-то, по-моему, около трех евро стоит 300 грамм. Ой, боюсь, у нас что-нибудь сегодня слипнется, конечно. Не знаю. Ну, попробуем, попробуем. Что-то прямо я о себе задумала этот десерт сделать. Надеюсь, будет вкусно. Туда, правда, еще какое-то печенье надо. Но я вместо печенья вот эти вот купила. Я бы, конечно, туда купила мюсли в этот десерт. А мюсли не нашла. А я вот как в магазинах у нас какао найти не могу. И не могу найти мюсли. Ходила, 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 ходила. Не нашла. Сейчас я съезжу на дачу. Мне нужен сельдерей. Я сегодня занялась с оленями. Друзья попросили баклажаны. И не помнят, какие ели баклажаны. У меня говорят, и по-корейски были вкусные, и квашеные были вкусные. В итоге не знают, какие хотят. Я вчера сделала по-корейски. Немножко осталось, делаю квашеные. И баклажаны любят сельдерей. А я тут до всего накидала. И помидоры запоздалые, и там три огурца было. В общем, делаю такой микс. И этот перчик, паприка. В общем, все. Буду квасить, все в одной кастрюле. Не нужен мне сельдерей. Поеду за сельдереем съезжу. Улиток опять пособираю. Эти слизни мы как на дачу заезжаем, так... Вот рекомендуют серную шашку в теплице. Но говорят, от нее металл темнеет. Не знаю, что делать. Или так вручную собираю в это ведро с золой. Ну, все, поехали. На дачу съездим. Муж пока спит, мне заняться нечем. Начинаю с ума сходить. Выходные сейчас. Вот и погода такая. Что-то мне не гуляется. Скользко гулять-то по такой погоде. Надо чем-то заняться. Он спит. Я там сейчас греметь начну. Еще что-нибудь. Я не могу тихонечко с книжечкой или у телевизора сидеть. Мне надо куда-то руки свои прикладывать. Вот вчера пошла в магазин. Они, друзья-то, давно просят баклажаны. Я... У нас такие здоровые такие. Ну, большие продаются. Неудобно их не квасить. Ничего. А вчера пошла. Смотри, такие маленькие, аккуратненькие. Я купила полтора килограмма. Думаю, сделаю им. И вот вечером занялась. И потом у меня тут эти помидоры остались. Да, огурцы. Да все. Я думаю, я сейчас все туда закидаю. Будет у меня микс. В общем, вот. И морковки по-корейски сделала. Тоже хорошая морковка продавалась. Сделала. Вот. А сейчас поеду в огород за сельдереем. Огород за сельдерем. Летает там. Все грядки мне перекопошили. А вон и тут хозяева. Бывает, на неделе с мужем заезжаем. И он с такой тоской отсюда уезжает, что типа домик и гараж по нему соскучились. Ну все, я за сельдерею. Кстати, у меня вон там еще две капустины растет. Муж уже кричит, выдергивай. Вы смотрите, какие у него стебли. Сегодня на минуточку 2 ноября. Вон, какие лошадя. Вымахали. А кочанов нет. Так. А слизни? У меня тут начинается сразу уборка территорий. Ой. Как только захожу в теплицу, они либо в этом углу кучкуются, либо в противоположном. Сельдереи они не едят. Я не видела их на сельдереях. Они перчики сладкие ели. Они перечислили. Сегодня морозец был, минус ноль. Поэтому я думаю, но в теплице все равно теплее. Они, наверное, ушли уже куда-то. Уползли в землю. И тут вот остатки перчиков. Они... Ой. Думаю, что такое шумит? Это снег сползает с крыши. Я их тоже закинул в квашени. Так. Ну, все это, конечно, надо... Ох, снег... Вот и весь последний крайний урожай. Осталось капуста. Осталось дождаться капусту. К Новому году. Ох, там... Ничего там нету. Малину все придавила. Я хотела ягоды кисленьких пособирать. В десерт-то мне надо кислые ягоды. А туда точно не полезу. Я в белых кроссовках. Ягодки-то вон висят. Ну, все. Пойду я туда придавила. Так. А в этой теплице у меня была петрушка. Ой. И базилик. Петрушка-то вон какая знатная. Собирай. Тоже. О, петрушка какая прямая. Петрушище какая. Это мне приятельница дала под видом сельдерея на рассаду. Как это сельдерей. Я посадила, а оказалась петрушка. Понюхать-то не судьба была. Ну, зато вон как хорошо сейчас. Там-то петрушка на грядке снегом завалила. А в теплице она прямо вон что. Ой, какая хорошая. Я ее не очень люблю, но в квашню она мне хорошо пойдет. Да. Марина, спасибо тебе выручила. Если б не ты, я бы сейчас без петрушки была. Так, ну а что базилик. Базилик. Он весь уже... Ну, он пахнет. Пахнет. Наломаю, наверное, немножко тоже, мне кажется. Аромату-то придаст. Ой, снег съезжает. С крыши снег съезжает. А мне так страшно. Думаю, что это такое сыпется. Так. Базилик. Базилик. Ну все, вот травы надергала. Салат тут у меня еще с весны остался. Лук. Лук. Зеленый. Хе-хе-хе. А я уже не хочу никаких овощей. Ну все, поконим. Я домой. Поехала. Надо будет потом приехать в эту тую связать, потому что она такая пышная, как шарик. Иначе она вся развалится, ее снегом завалит и поломает. Но не сегодня. Сегодня не. На неделе. Нет, в следующие выходные. Ой, солнышко выглянуло. Да неужели? Скажу, что нам для десерта нужно вот это вот маршмеллоу. Здесь у меня орехи с сухофруктами. Также я достала замороженную чернику, но лучше что-то кисленькое. Какие-то кислые ягоды. И надо кусочек масла. Кусочек сливочного масла, маршмеллоу в масле. И я купила вот такие вот завтраки. Ну, можно и печенье, можно еще какие-то мюсли или еще что-то вот. Ну, вот то, что вам нравится. В общем, сейчас я разогреваю сковородку. Масло на нее. И поджаривать будем маршмеллоу. Хопатку для размешивания удобнее взять или вот такую вот. Или деревянную. И сразу приготовьте формочку, в которой вы будете это потом все охлаждать. Можно или... Ну, сейчас посмотрим, какого примерно размера. Так, у меня здесь 300 грамм их. Это не входит, но посмотрю сейчас. Может быть, добавлю. Три колбасяки у нас осталось. Ну, две. Так, обжариваем. Десерт будет называться. Прощай, пломбы. Муж уже на балконе разглядел, уже сходил, говорит. Не знаю. Патрук-то я не знаю даже. Я порежу. Я же не цемент режу все-таки. Прощай, пломбы точно. Это, наверное, получилось что-то типа нуги с орехами. Ну, красиво, конечно, все. Но я только боюсь, что пломбы могу съесть. Прощай, пломбы. Да, я вот и думаю, что прощай, пломбы. Я что-то потом уже... Ну, ты будешь... Будем тогда сидеть, сосать его. Потом будем это делать, все. Сосать? Ну, я что-то так загорелась... И пюрешные супы, и кашку есть. И пюрешные супы. Я что-то так загорелась сделать этот десерт, знаешь. А когда уже сделала, поняла, что что-то я, наверное, не то сделала. Тебе не нравится, да, честен, берем? Мне нравится, но сам чешуя это потом сверху клал, и мне не нравится. Может, его просто слайсами, если когда он не так... Ну, этими... Я его на терке тру. Не слайсами, а так они называются. Кусочкиненько. Угу. Как он тогда как-то плохо чувствуется. Тебе сахар надо? Ну, это очень сладко. Это очень сладко. Не надо. Тебе сахарного кипятка налить? Давай. Только сейчас я чай вытащу. Потому что мы боимся, что мы без зубов остаемся. С это все так. Там еще по рецепту было печенье. Но я не стала. Ты же не любишь с печеньем никакие эти, кроме шоколадной колбасы. Я вообще не люблю вот такой вот. Вот такой вот. Вот это вот. Не знаю. Это нуга. А она еще не успела застыть. Ты уже кричишь, дай мне сюрприз. Что это? Нуга? Нет. Это все как нуга будет. А. Я думала, там захолодеет. Я его сделала полчаса назад. Как его есть-то хоть? Не знаю как. Не знаю как, Даня. Я первый раз такое и вижу, и делаю. Хрень. Дайте прожевать своей одной пломбой. Пока не понял, что это. Да. Нугу, нугу вроде, нугу, нуга. Что, как она? Вроде ел, но это не похоже. Это не нуга. Это, я говорю, получилось как нуга. Я ела эту нугу в детстве, но она тоже такая тянущаяся. Ну, не успела застыть. Да, вроде была застывшая. Она просто быстро остывает. Я думал, варенье, а это не варенье, да? Нет. Это свежие ягоды. Угу. Необычно, конечно. Вроде как вкусно, да? И как, как грильяш какой-то. И вроде пломбы на месте. Он как-то проскальзывает, вот эта вот масса. Необычный просто. Слушай, вкусно. Такого нет, чтобы тянулось, как и рис, да? Ну, я боялась, что где-то без пломбы. Ты же говоришь, что еще не застыл. Может, застыл. Знаешь, что такое? Знаешь, из чего я делала? Жареный маршмеллоу. М-м-м. Я думаю, на что похоже на? Маршмеллоу. В нем всякие орехи, сухофрукты. Вот эти вот. Там надо было печенье. Я думаю, сейчас буду его взбивать печенье. Ты проснешься. Ну, блендернуть надо было. Я купила вот такие колечки вместо печенья. И ягоды свежие. Хотя тут пошли бы кислые. Он вкусно пах. Знаешь, как пломбир. Мороженое, ванильное. Так вкусно пах. Когда я его жарила, вещь не вошел. Хочешь? А жарила в духовке? На сковородке. Я сначала растопила этот маршмеллоу на масле сливочном. Он вот так вот растекся, весь такой пузырится как-то стал. Потом стала туда закидывать орехи, сухофрукты, печенье вот это, ягоды под конец. Ягоды, наверное, лучше было сушеные туда положить. Потому что вот эти-то, видишь, растеклись. Ну как, сладкий десерт. Ну, ничего, да, вот так. Ой, хоть я, знаешь, вот успокоюсь, то я думала, сейчас точно будет как нуга вот эта вот. И зубы друг от друга отдирать придется. Я даем только сок. Кушай, кушай. Кушай. И как-то, в принципе, и не так сладко, не особо, да? Потому что маршмеллоу уже, он вообще сладкий. Я думала, что орехами все-таки вот эта сладость, ну, хотя там эти были сухофрукты. И вот эти колечки, они же сладкие колечки-то эти. О, как они сюда. Я хотела купить, типа, мюшли. Мюшли не нашла в магазине. Там же в мюшлях много кислых, ну, кислых каких-то тоже сухофруктов. Ну, в общем-то, как бы и неплохо. Ну, много не съешь. Сытные очень орехов тут много. Я две пачки купила орехов. Ну, одна была пачечка орехов, а вторая орехи с сухофруктами. Гора грязной посуды наготовилась. Ну, конечно, что скажу. Десерт прикольный. Муж сказал ему тут вот эти вот колечки, ну, это сухие завтраки не нужны. То тут бы хорошо печенье пошло. Я, наверное, короткое видео сделаю. Так, как готовила... Наверное, не буду. Не люблю снимать ролики, когда готовишь. Потому что тут ляпнул, тут шлепнул. Когда ролик монтируешь, смотришь, где-то на кастрюле, кусок морковки прилип или еще что-то. И это как бы режет глаз, конечно. Даня съел свой кусочек. Мой доел. Ну, я, честно говоря, когда приготовила, я сначала хотела его сделать, этот десерт. Потом приготовила, запреживала, что у меня тут зубы в нем останутся. И пломбы. Но нет. И много я ягод положила. Ягод нужно поменьше. И сюда хорошо пойдет вот кислые, сухие ягоды. Вишня или клюква. А я так хорошо черники сюда бабахнула. Ну, знаете, это вообще прикольно, это вкусно. И это очень легко. Ему вот это вот не понравилось. А мне так и ничего. Вот эти сухие завтраки. Вкусная штука. И вот эта сладость маршмеллоу, она уходит в орехи. И это... Нету такого ощущения, что у тебя сейчас тут все слипнется. Нету. Вкусно. Можно было порубить. Потому что здесь вот крупный вот этот вот фундук. Но я его люблю целиком. Что миндаль, что фундук. Даже если шоколад покупаю... Ну, буду говорить с набитым в том, извините. Даже если шоколад покупаю, я предпочитаю, чтобы там был цельный миндаль, цельный фундук. Вкусно. Думала, Данька забракует. Нет. Понравилось ему. Может быть, можно было еще... Вот я как бы уже потом начинаешь осмысливать кунжут или сезам. Он у меня здесь был поджаренный. И орешки тоже можно было подсушить. Чтобы они были похрустящие. Ну, так очень вкусно и просто. Ну, калорийно... Если не представляете, тут, наверное, миллион калорий. И да, вот у меня тут таз с соленьями. Это я камень сдачи принесла. Летом еще. Вот я сюда перчики сложила. Тут у меня помидор. И маленькие, и всякие. И такие перчики острые. И там на дне баклажаны, фаршированные морковкой, чесноком. В общем, вот. Последние овощи в этом году будет стоять дней 5. И все готово. Потом на холод. Ну, все. Всем пока. Вы были на канале из Эстонии с любовью. Подписывайтесь, ставьте лайки. Так. И приготовьте такой десерт. вкусно, просто и бюджетно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok